В нашей детской стоматологической клинике «Зубрёнок» работают специалисты различных направлений, которые готовы прийти на помощь в разных ситуациях, связанных с заболеваниями полости рта. Это и детские врачи-стоматологи, и гигиенисты, и хирурги, и врачи-ортодонты, педиатр, логопед, миотерапевты, анестезиолог. Но также у нас есть врач-стоматолог, проводящий лечение зубов у детей под микроскопом. Не каждая стоматология может позволить себе такое дорогостоящее и высокотехнологичное оборудование, а персонал, работающий с микроскопом, отличается особыми компетенциями. Знакомьтесь, Гончаров Максим Александрович, врач-стоматолог-терапевт. Максим Александрович специализируется на эндодонтическом лечении и реставрации постоянных зубов под микроскопом. Максим Александрович сейчас расскажет, для чего нужен микроскоп на стоматологическом приеме, а также какие существуют преимущества или недостатки его применения и насколько он необходим. Безусловно, операционный микроскоп позволяет увидеть больше, чем мы видим обычно, благодаря различным степеням увеличения от 3 до 25-кратного и встроенному источнику света, который светит именно туда, куда смотрится сам врач. Все это в совокупности позволяет разглядеть стоматологу важные детали, которые не видим невооруженным взглядом. Скрытый кариес, остатки реставрационного материала, дополнительные каналы, трещины, перфорации и сломанные инструменты. Для эндодонтического лечения микроскоп жизни необходим, так как именно при лечении корневых каналов обзор и освещение поле ограничены. Устья каналов едва видны, а если в зубе ранее уже проводилось лечение, то процесс еще более усложняется, и без микроскопа мы имеем меньше шансов на успех. Во время лечения с микроскопом доктору не приходится изгибаться, поворачиваться, чтобы увидеть труднодоступные места. Все это делает работу более качественной, более продуктивной. Также и пациенты отмечают повышение уровня комфорта во время процедуры, так как лечение под микроскопом проводится в удобном для пациента положении лежа. Эстетическая стоматология – трудоемкий процесс, включающий работу не только врача-стоматолога, но и технического персонала, создание гипсовых моделей, восковое моделирование сколов и проведение функционального анализа работы. Любой стоматологической манипуляции предшествует очищение зубов от налета. Далее форма небной поверхности травмированного зуба переносится с гипсовой модели с помощью силиконового ключа, после чего утраченный объем тканей моделируется композитным материалом. Завершающий этап работы – текстурирование и полировка реставрации. И вот вы можете наблюдать готовый результат. Операционный стоматологический микроскоп в совокупности с современными качественными материалами, инструментами, прогрессивными методиками и новыми технологиями в стоматологии позволяет повысить качество лечения и восстановления зубов до беспрецедентного уровня. На сегодняшний день микроскоп – это неотъемлемая часть современной стоматологии, в том числе и детской. Детская стоматология «Зубренок» – союз добрых сердец, умелых рук и заботливого персонала.